Проснулись Хорошо Бок и ротов Дышим Видим Живем Все на месте Ой, хорошо Хорошо Что надо сказать? Что можно сказать? Что следует сказать? С утра Когда ребенок получает конфетку Ему говорят Что надо сказать? Что говорят? Ма умрим В израильской версии Ма умрим То да Раба То да Спасибо Мы проснулись Нам вернули жизнь Намного больше, чем одна конфетка Нам тоже стоит сказать То да Давайте скажем это Целым предложением Полной фразой Что каждый еврей Говорит Говорит Утром Мы просыпаемся Еще Сидя на кровати Еще в пижаме Говорим Если вы не евреи Вы тоже можете Это сказать Даже это желательно Говорить Потому что все Под Богом Всем он дает жизнь Мы говорим Моде Ани Лефанеха Мелех Хай Векаям Ше Ихзар Таби Нишмуаси Бхемла Раба Эмонасеха Женщины говорят Вместо Моде Мода Мода Ани Мода Ани Это женский род Как Роце Роца Коне Мужчина говорит Коне Я покупаю Женщина говорит Кона Бхе Боха Плачу Мужчина говорит Бхе Женский Боха Шоте Шота Мужчина Шоте Женщина Шота И так далее Тут Моде Мода Мы это говорим Самого утра Перед Нателять Седаем Только Проснулись Только Жили Чувствуем Душа К нам Вернулась Бару Хашем Бару Хашем Жить Хорошо Моде Нелефан Иха Мелех Хай Век Аям Ше Их Зар Таби Ниш Маси Бхемла Раба Му Насеха Эту фразу Стоит Звучить Наизусть Потому Что Не всегда Под рукой Есть Сидур В спальне Вообще Не советуются Держать Святые Книги Поэтому Мы сразу Говорим Наизусть Это Короткая Фраза Запомнить Нетрудно Это Часто Еще Буду Повторять Для вас Моде Нелефан Их Мелех Хай Век Аям Ше Их Зар Таби Ниш Маси Бхемла Раба Му Насеха Это Состоит Из Двух Частей Это Предложение Первая Часть Моде Нелефан Их Мелех Хай Век Аям Ше Если Женщина Давайте Скажем Женщина Которая Говорит Не Пашки Наски Мода Ани Лефан Их Мелех Хай Век Аям Ше Их Зар Таби Ниш Мати Бхемла Первая Часть Вторая Часть Одинаковая Раба Му Насеха Раба Му Насеха Мы Сейчас Поймем Почему Это Две Части Сначала Мы должны Понять Что Такое Муде Перевод Такой Читаю Перевод Благодарю Тебя Владыка Живой И Вечный За то Что Ты Помилоси Своей Возвратил Мне Душу Мою Велика Моя Вера В Тебя Муде Или Муда Ани Лефан Мелех Хай Век Аям Ше Их Зар Таби Ниш Мати Бхемла Раба Му Нат Теперь Перевод Написано Благодарю Тебя Однако У слова Муде Есть еще Другое Значение Это глагол Легодот Это инфинитив Легодот Инфинитив В настоящее время Будет Муде Единственное число Мужской род Ренский род Муда А у слова Легодот У этого глагола Есть еще Значение Кроме Благодарю Есть Значение Как Признавать Что-то Например Если Рувен Признает Что он Обязан Что он Должен Вернуть Шимону 100 шекелей Он Говорит Ани Муде Я признаю Ани Муде Ша Ани Хаяв Кесов Или Рувен Я признаю Что я Обязан Дать деньги Рувену Ани Муде Ше То есть Есть разница Муде Ше И Муде Аль Вообще Все глаголы На иврите Они Очень Зависит От предлогов Которые После них После каждого Глагола Следует Предлог После каждого Глагола Следует После него Предлог Какой-то Например Ани Руэ Эт Рувен Я его Вижу Ани Руэ Эт Я вижу Кого-то Ани Охэв Эт Рувен Я люблю Рувен Ани Руэ Эт Ани Шомэ Эт Амурэ Я слышу Кого Учителя Предлог Эт Есть глагол С предлогом Лэ Ани Нотэн Лэ Шимон Нотэн Лэ Шимон Нотэн Лэ Предлог Лэ Ани Озэр Лэ Шимон Я помогаю Шимону Озэр Лэ То есть предлог идет После глагола идет какой-то предлог Теперь Важно знать Что иногда Иногда У одного и того же глагола Могут быть разные предлоги И в зависимости от этого Меняются также Смысл глагола Например Есть глагол Ликро Ликро Это как бы Мы знаем Ликро это читать И звать Ани Курэ Это сэфер Я читаю книгу Вани Курэ Лэ Шимон Я зову Шимона Вопрос Эх Курим Лэха Как зовут Тебя То есть Курэ Глагол После него идет Или Лэ Тогда это звать Эх Курим Лэха Как зовут Тебя Курим Ли Арья Меня зовут Арья Но если я читаю Ани Курэ Без Ле Ани Курэ Эт Ани Курэ Сэфер Курэ это Сэфер Теперь В глаголе Ле 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 Есть предлог Аль И предлог Ше Ле 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 Благодарить За что-то Ле 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 Хануку Он там это Объясняет Хануку Мы и Благодарим Много Так Там он Объясняет Что такое Ле 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 Иногда Мы встречаем Иногда Мы встречаем Форму Мудэ Альше Два Предлога Это Редкость Большая Мудэ Альше Где мы Это встречаем Например Брикат Амазон Брикат Амазон Мы говорим Во второй части Мудэ Леха Ашем Да Аль Ше Инхальта Ля Авотейну Нах Намудим Аль Ше Инхальта Ля Авотейну То что ты Наделил Наших Протцов Такой Хорошей Землей Альше Почему Написано Альше Почему Дело в том Что если После слова Мудэ Идет глагол Какой-то Надо поставить Ше Мне можно сказать Люодот Аль И глагол Например Да я говорю Я тебе благодарен За помощь А не Мудэ Леха Аль Аизра Аль Потом за что Я благодарю За И какое-то слово Существительное Но если Я тебе благодарю За то Что ты Мне помог Там Помог Это глагол Надо сказать Я не Мудэ Ше Азартали Правильно Мудэ Ше Азартали Я Я признаюсь За это будет Я признаюсь Да То есть Если Они Мудэ Ше Мы сказали Это признание То есть Они Мудэ Ше Азартали Я признаюсь Ты мне помог Они Мудэ Ше Азартали Теперь Прикат Амазон Мы Хотим Поблагодарить Конечно Мы Предатель Признаем То Что нам Дали Хорошую землю Но мы Хотим Поблагодарить Не только Это признать Поэтому Мы говорим Мудэ Аль Шейнхальту Шейнхальта Также В Шмунаесре Есть Мудэмдарабанан Там тоже В конце Мы говорим Мудэмдарабанан В конце Мы говорим Мудэманахну Лах И так далее И в конце Аль Ше Анахну Мудэм Лах Аль Ше Анахну Мудэм Лах Опять Мы Благодарим Тебя За то Что Мы Тебя Благодарим Это Вообще Формулловка Очень Интересная Это Отдельная Тема Почему Мы Благодарим За то Что Мы Так Написано Мудэ Аль Ше Мудим Лах То есть Мы Понимаем Что Если Это Просто Мудэ Ше Это Признание Чего То Если Мудэ Аль Это Благодарность Поэтому Когда Мы Хотим Благодарить Но Таргез Глагол Мы Говорим Мудэ Аль Ше Так Более Менее Вырисовывается Такая Картина Теперь У нас То Что Мы Сказали С утра Пораньше Мы Еще раз Мудэ Ани Лифан Иха Мел Хай В Каям Ше Эх Зар Та Би Нишмати Бхемля Раба Имна Тиха Тут Мудэ Ше Эх Зар Та Это Мудэ Ше Мудэ Ше Эх Зар Получается Это Неблагодарность Точнее Не просто Благодарность А это Признание Чего-то Мы Признаем Какой-то Факт И конечно За его Благодарим Вообще Если есть Одно Слово Которое Означает Два Разные Понятия То Скорее Всего Эти Понятия Связаны То есть Благодарность И признание Они Связаны Между собой Это Очень Легко Понять Потому Что Невозможно Благодарить Кого-то За что-то Без Что Мы Признаем Это Невозможно Поэтому Благодарность Она В себя Включает Признание Да То есть Без признания Не может быть Благодарности Например Я Благодарен Своей жене Потому Что Я признаю Что Без нее Я бы Никак Не справился Со всеми Своими Миссиями Я Благодарю Родителей Потому Что Я признаю Что Без них Я бы Не вырос Это Благодарность На самом деле Такая Отсего Тирца То есть Не просто Спасибо Я благодарю А Настоящая Благодарность Она Включает В себя Признание Я Ем Что Вкусное Да Или Что Вкусное Я Благодарен Творцу Да Говорю Браху Я Признаю Что Это Очень Здорово Что Я Вообще Чувствую Вкусы И Столько Много Вкусов Это Очень Здорово Я Призну Что Это Здорово Да Это Мало Быть Не Так Если Была Акула Я Я Благодарю Телеком Что Небудь Заглотал Без Всякого Вкуса Так Я Могу Прочувствовать Вкус А Я Благодарю Я Признаю Что Это Здорово Поэтому У нас Нашим Мудэ Они Надо Понять Надо Прочувствовать Это Надо Понять Что Мы Просто Благодарим Встали Утром Спасибо Я Живой Побежал По Своим Делам Это Не Так Мы Признаем Что Мы Просто Встали Утром Мы Признаем Что У 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 Нам Вернули Могли Бы И Не Вернуть Да Многие Люди Утром Не Просыпаются Пьет Время Что Мы Тоже Может Утром Не Проснемся Так Это Происходит Да Пока Мы Просыпаемся Нам Душу Вернули Вернули Нам Нашу Душу Душа Святая Надо Это Понять И Теперь С Душой Мы Говорим Мо Де Они Ле Фанеха Причем Написано Ле Фанеха Ле Фанеха Мы Говорили Моде Они Леха Я Благодарю Тебя Моде Леха Или Даже Моде Тут Написано Ле Фанеха Мы Скажем Что Я Не Благодарю Я Признаюсь Тогда На самом деле Получается Все Более Складно Я Признаю Ле Фанеха Перед Тобой Я Стою Перед Тобой Моде Ле Фанеха Признаюсь Что Душа Святая И Дальше Написано Что Ты Мне Вернула Ее Бе Хемла Бе Хемла Бе Хемла Хемла Написано По Милости Своей Хемла По Милости Да Милость Как Мы Поем Хамол А Ла Мей Хо Хамол С милостью Над нами Хамол Аль Масиха Хамол Аль Масиха Хамол Аль Масиха То есть это по милости Почему милости Потому что после того что мы натворили вчера Ну так и пошли спать Может быть Нам бы не полагалось вернуть Получить нашу душу обратно И Если бы мы знали что мы сегодня можно еще напортачить На сегодняшний день То тоже очень может быть Что лучше бы нам душу не возвращали Но нам Ашим душу вернул Он дал нам еще один шанс Чтобы мы Пожили день достойно Исправили то что надо исправить Поэтому это по милости По большой милости Всевышний Мы получили душу Обратно И теперь Еще один факт Что мы Мы говорим Раба иммунотэйха Это вторая часть Раба иммунотэйха Интересно что это Раба иммунотэйха В разных сидурах Я видел по разные переводы Дословно Раба Рав Велика Рав большой Велика Велика Эмунотэйха Иммуна Как бы Вера Вера Эмуна Вера Доверие Раба иммунотэйха Тут написано Велика Моя Вера в тебя Такой перевод Раба иммунотэйха Велика Моя Вера в тебя То есть ты мне вернул душу Поэтому я в тебя верю Дело в том Что это Раба иммунотэйха Это вообще Это часть Из пасука Есть пасук В книге Йов Перегимель Пасук Гагимель Там Написано так Хадашим лепкарим Раба иммунотэйха Хадашим лепкарим Раба иммунотэйха Да И там Раши Очень спокойно Всяких даже Лишних объяснений Напрямую Комментирует Что такое Раба иммунотэйха Раши объясняет так Раба иммунотэйха Кдуляги Авдахатха Вдавар гадолю Ля амин биха Шитикайем Ветишмор Маши Втахталану Раба иммунотэйха Говорит Раши Это Гдуляги Авдахатха Велико Твое обещание Интересно Оказывается Иммуна Иммуна Это оказывается Обещание Авдаха Велика Велика Твое Обещание Ведавар Гадолю Ля амин биха Это огромная Вещь Грандиозная Вещь Верить в тебя Что ты На самом деле Осуществишь Своё обещание Какое обещание Кому обещание Есть Паршан Ибнихья Он Говорит Что Это обещание Сказано В книге Воикра Есть там Парашат Бехукутай И там Сказано Так Что даже Если евреи Будут в стране Врагов За свои грехи Они окажутся В стране Грехов В стране Врагов Даже там Говорит Ашем Даже там Я вас не истреблю То есть Есть обещание Что Что бы там Не было Все равно Все равно Все равно Народ Израиля Останется Это как бы Обещание Общее Для всего Народа Израиля Но само собой Что любое Общее обещание Оно касается И частных людей Кого это касается Говорит Эбнихия Эмунатеха Это Обещание Тем Кто верит В тебя То есть Ашем Дает свое Обещание Что он Будет охранять И это Обещание Для тех Кто верит В него Логично Потому что На самом деле Обещание Без доверия Не имеет Никакой силы То есть Мы видим Что Вера И обещание Они очень Очень связаны Между собой Поэтому Раши Так спокойно Переводит Эмунатха Как Автахатха В принципе Если мы вдумываемся Это одно и то же Где-то там В бесконечности Эти понятия Они пересекаются Как две параллельные Прямые То же самое Как Благодарность И признание Они пересекаются То же самое Имуна И автаха Они тоже Где-то Пересекаются Так это Раба и монотеха Это включает В себя Два понятия На самом деле Раба и монотеха Мы говорим Что Мы верим В тебя Верим В твои обещания А ты Веришь В нас А ты Веришь В нас Ты веришь В нас В нас Веришь В том плане Что мы Этот день Который ты нам дал Эту жизнь Эту душу Которую ты В нас вложил Мы Достойно Проживем И постараемся Не грешить Именно с этим ощущением Мы должны встать утром И с радостью Начать Новый Новый день Мы могли бы еще Очень много Говорить Про разные понятия Вообще Что такое Они Тоже интересно Они Слово они Это слово они Слово очень интересное Потому что я говорю Они Это я Я они Вы говорите Они Вы имеете ввиду Кого-то другого Вы имеете ввиду себя В принципе Любое слово Оно что-то обозначает Да Если книга То это книга Это не стол Стол Это стол Но не книга Но есть такое слово Которое называется Они Которое Каждый подозревает Что-то другое Есть много Много разных Они Это очень интересно Есть еще одно слово Для понятия Я Иврития Это Анухи Анухи Встречается в Торе Анухи Говорит Я сам Я сам себя взял В Тору Записал И дал вам Это Ашем Понимаете Когда мы открываем Тору Там находится Ашем Сам Он так говорит Я сам себя В Тору Взял Записал И дал вам Это я Это Анухи То есть на самом деле Анухи Это имя Творца Есть такая история Интересная Как один раз Незнакомый пришел К Рэбби Рэбби Арон Гадоль Микарлин Рэбби Арон Микарлин Это был Один из самых таких Первых учеников Ученика Большимтова Магина Мезрич Так Пришел к нему Позже ночи Пришел к нему Товарищ И постучался в окно Он виделись Там горит свеча Постучался в окно В ответ Был вопрос Конечно Идиши Кто там Ну он решил Так ответить Изощренно На иврите Я Это я Говорит На иврите Анухи Анухи Ответ такой Необычно Во-первых На иврите Во-вторых Такую фразу Высокопарной Анухи В ответ Молочок Еще раз стучится Кто там Анухи Доль внимания Нет реакции Снова стучит Ну кто это Кто это Анухи Открывает Ты что Меня не узнаешь Анухи И вдруг Открывается Окно И С очень Большим Недовольством Робиар Как ты смеешь Как ты смеешь Называть себя Именем Творотца Только то есть Он может сказать про себя Что он я Анухи Ты кто такой Ты Ты А ты Анухи Да То есть В этом заложено То что Робиар Он прочувствовал Очень глубоко Понятие я Да То есть Не случайно Цедиким Говорят про Бетуль То есть Почувствовать себя Как будто ты Ничто Нет-нет-никого Кроме Бога Одного Вещи известные Да Надо это прочувствовать Что имеется в виду Что любой я Любой я Это часть От большого я Если есть один Какой-то большой Анухи Один я И мы каждый И мы всегда маленький я Это мы часть от него Да И наша душа Которая в нас То что мы говорим Мудэни лфанэйха Мелехайве каямши Эхзарт Абидни шмасиби химла Рабай мунасыха Да Вот это Это та самая душа Которая в нас Да Она часть отворца Теперь Тут Если мы обратим внимание То есть какая-то такая Дуальность Когда мы говорим Мудэни лфанэйха Шагадады бидни шмати Получается Тот то я Это не мая нишама Правильно Я это не мая нишама Потому что я говорю Ты вернул мне Мою душу Получается То что я Это не мая нишама Я это что-то другое Так кто такой я Опять-таки Возникает вопрос Тема не наша Мы тут собрались Учить иврит Только можно вкратце Сказать что То что известно Есть много уроков На эту тему Что я состоит Из разных Слоев Да Есть гуф Тело Есть нефеш Руах Нишама Не можно про это Много говорить Можно сказать Такой короткий Может быть Машаль Да Тоже известный Как про карету Карета И извозчика Кучер Да Едет кучер с каретой То есть Там есть карета Там есть кучер Есть Есть лошади И это куда-то катится Все Кто управляет Управляет кучер Если кучер заснет То лошади могут травку жевать Могут наоборот Нестись Во враг Свалиться То есть кучер должен быть На чеку Не спать Если нет То Конь Не тоже Что-то хотят Да Конь Это руах Конь Это вот Это вот Это вот Наше желание жить Да И жить торопится И чувствовать Спешит Как написано Это Все музы Да Вся вот Поэзия Это все Это все Это все Рух Это Это жизненность Да Это языка Понятие Виталий Имя Виталик Виталий Что такое Виталий По-латински Это жизнь Да Жизнь Это все Есть Но это еще Не нашама Это не нашама Не шама Где она Не шама Где она На каком На кармане Где я забыл ее Свою душу Да По паспорту Душу дадут Или нет По паспорту Сколько паспорт? Там написано имя, туда отзывут, номер. Ну, что там написано? Это кто там? Это моя Нешама? Кто это? Где она? Она где-то здесь, да? Считается, что Нешама находится где-то здесь. Получается, что я это такое существо, которое состоит, безусловно, из Нешама, но, к сожалению, большую часть времени я это не моя Нешама. Я это могу будет мое тело, там надо покушать туда-сюда. Это может быть руах, какие-то идеи. Это может быть даже цехи, может быть мозги, которые интересно, кроссворды разгадывай. Очень интересные кроссворды, я сейчас делаю с цифрами, очень все интересно, шахматы, здорово. Но настоящая Нешама, она где-то там очень высоко, мы к ним должны как-то присоединиться. И наша цель с самого утра почувствовать к этому присоединение, что наше я, оно не только здесь, оно также и Нешама. И поэтому, будьте внимательны, мы говорим, что экзарта би Нешмати. Би. Что такое би? Би это в меня, да? Мы бы сказали обычным экзарта ли. Ты вернул мне, как мы говорим мне, экзарта ли. Дал мне, вот я, вот он я, ты мне дал мою душу, спасибо, я пошел. Мы говорим экзарта би. То есть, это все-таки Нешмати, это она внутри меня, она часть меня. Это тоже мое я. Оно, может быть, не всегда доминирует, но оно должно доминировать, мы должны зачувствовать. Экзарта би. Нешмати. Бехемла раба ему натеха. Теперь, давайте все-таки займемся ивритом. Смотрите, тут есть два предлога. То есть, в принципе, два эти предлога, они указывают на какое-то лицо. Лефанэйха, это лифней, это перед, хав, это ты, перед тобой. Би, бэ это вэ, юда-то показывает на меня, во мне. То есть, любой предлог, он может относиться к какому-то лицу. Сколько есть лиц? Десять. Десять лиц. Я, ты, ты в женском роде, он, она. Пять. Мы, мы, вы, вы в женском роде, они, они в женском роде. Десять лиц. Предлогов есть тоже немало. Где-то двадцать, которых так часто употребляемых. То есть, каждый предлог, он берется к какому-то лицу и прикрепляется. Предлог лифней, это перед, да? Написано в синагогах часто, спереди, там, где стоит кантор. Перед ним написано. Да, лифней ми ата омэд. Да, лифней ми ата омэд. Знай, перед кем ты стоишь. Видите, я сказал по-русски, стало все понятно, да? На самом деле, ничего не понятного. Перед кем ты стоишь, перед кем я стою. А вот на иврите, если мы будем знать точно, видеть хорошо, то, да, лифней ми, ми, есть еще гематрия, гематрия это пятьдесят. Ми это, мэм сорок, ют десять, получается пятьдесят. Да, лифней ми ата омэд. Ми гематрия пятьдесят. Пятьдесят это совершенство. Пятьдесят братов всего есть. Это совершенство. Но сто это большее совершенство, правильно? Что лучше, сто или пятьдесят? Наверное, сто, да? А почему это пятьдесят это совершенство? Очень может быть, что Ашим хочет, чтобы мы тоже присоединились к нему, добавили к пятьдесят, тогда будет сто. Очень может быть, что весь этот мир он сделан только для того, чтобы эти пятьдесят дали нам, чтобы мы тоже получили от этого, да? Если мы дадим другому, то есть будет дополнение, да? Все не так уж просто. Но мы учим слово лифней. Лифней это перед. Лифней это перед. Лифанеха перед тобой. Теперь би это б, это в, ют это во мне. Теперь, эту тему нужно знать, потому что это постоянно встречается. Открываете тор, открываете молитву, повседневные разговоры. Постоянно встречают вот это вот окончание, которое указывает на какое-то лицо. Так устойный в рит. Это нужно это знать. Нужно это чувствовать и все время это видеть. Теперь, так работает с любым словом. Шульхан, это стол. Шульхани, это мой стол. Добавляем ют. Ют, это я. Шульхани, мой стол. Показывает на меня. Сус, это конь. Суси, это мой конь. Сус, Суси. Шульхан, Шульхани. Итак, идем по каждым лицам. У каждого лица свое окончание. Ты, это Ха. Получается, будет Шульхан Ха. Твой стол. Сус, Ха. Это твой конь. Мы на тему говорили уже на прошлом занятиях. Седьмой урок, там это обсуждается в сериале, который называется «Хочу знать иврит». Там есть таблица, там все расписано четко. Тут просто добавим еще одну очень важную вещь. Что оказывается, когда слово стоит во множественном числе, то тогда окончание изменяется. То есть, если это не Сус, а если это Сусим, то это будет Сусай. Добавляется еще одна Юд. То есть, добавляется еще одна Юд и звук Эй. И так далее. И также предлоги, они делятся на две группы. Есть предлоги, которые работают как существительные в единственном числе, как Сус, Суси. Мой конь. Поэтому Сус Ха – это будет твой конь. Правильно, Ха. Сус Ха. Сус Ха. А есть такие предлоги, которые работают как слова существительные во множественном числе. Как Сусим. Поэтому Сусейха. Поэтому слово Лифне будет Лифанейха. Есть разница между Би и Лифанейха. Это предлоги из двух разных групп. Давайте посмотрим на таблицу. Есть таблица. Посмотрим, чтобы было более наглядно. Как это выглядит, чтобы получить какой-то ориентир с таблицей, как это работает. Вот есть таблица. Теперь смотрите внимательно. Все слова, которые написаны сверху, все предлоги. Все эти предлоги, они работают как слова в единственном числе. Вот видите. Начнем, допустим, с Б. Где наш Б? Вот он Б. Вот есть Б. И поехали. Сверху написаны все лица. Вот они, да, все лица. Они. АТА. АТГУ. ГИ. АНАХНУ. АТЭМ. АТЭН. ГЭМ. ГЭН. И окончание. Б будет окончание ЮД. АТА. ХА. Да. БХА. АНИМАМИН. БХА. Я верю в тебя. АТБАХ. ГУ. Это будет окончание О. БО. И это женский род. Поэтому это ГЭЙ. БА. АНАХНУ. Окончание НУ. БА. НУ. АТЭМ. Окончание ХЭМ. АТЭН. Окончание ХЭН. БХЭН. БХЭН. И БХЭН. Часть очень легкие. Эти окончания, допустим, ГЭМ. ГЭН. Так и остается. Видите? БА. ГЭН. БА. ГЭН. Вместо Б. Допустим, возьмем ЛАМ. Это вот сверху. ЛАХЭМ. ЛАХЭН. Тут нечего запоминать. Само собой напрашивается. Тоже АНАХНУ. Тоже легко запомнить. АНАХНУ. В конце будет НУ. АНАХНУ. Ну. Да. Теперь АТА. Потруднее немножко запомнить. Я даю такую подсказку, как бы запомнить, что ты это окончание будет ХА. Ты тот, кто стоит передо мной. Правильно? Тот передо мной, это называется ты, да? Ты. Ты передо мной. Так вы можете себе представить, что передо мной какой-то такой смешной человек. Несуразный, смешной, да? И вы смеетесь. ХА-ХА-ХА-ХА. ХА-ХА-ХА-ХА. Я смеюсь над тобой, да? АТА-ХА. Поэтому АТА это ХА. АТА-ХА. А если это он? Не видите? Он это кто-то важный, да? То есть, если я разговариваю с Равом, я не скажу Равину. Рав, что ты думаешь? По поводу ситуации на бирже. Это как бы немежливо. Я говорю, а что Рав думает по такому-то поводу, да? Что Рав? То есть, как бы он. То есть, третье лицо. Как по-русски говорим в оночном числе. Вы. На иврите это он, да? А что Рав думает? ГУ. То есть, ГУ это кто-то ХА-ШУ. Важный. Кто-то важный, да? Он важный. Я все время к ним обращаюсь в третьем лице. То-то важный мы говорим УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ это ха-ха-ха, а у это у, это вав. Теперь би тоже легко, они это би, ну и так далее. Сами можете потом протеренироваться. В практик это приходит. Теперь все это было к тому, чтобы показать, что есть две группы. Вот одна группа на большая, это обычная группа, а вторая группа на более маленькая. Из них принцип, запомнить можно вот четыре основных таких предлога. Это аль, эль, аль-эль, лифнея-харей. После этих предлогов все время будет окончание нести в себе также дополнительную ют. Вы это видите, да? Вот аль, о или на. Аляй. Не али, одна ют, как было ли. Ли одна ют. А аль это будет две ют, то же самое, как сус, суси, конь, мой конь, сусим, сусай, то же самое. Да, поэтому две ют. Тоже на тебе, о тебе, аль, алейх, да, есть ют. Алаих, алав, тут алав, да, тут есть, тут о меняется на в. Это важно запомнить. Это вот один из моментов, который надо подчеркнуть, что обычно он это окончание о, гу это о, а вот в этих предлогах, которые работают как слова во вночной числе, это будет в, в. Алав, ют его не слышно. Алав, элав, лефанав, лефанав, лефанав и ахарав. Да, я сейчас все это не перевожу, потому что эта тема уже пройденная, тот хочет это узнать, опять-таки может вернуться к прошлым урокам, хочу знать ибре, там все это переводится и объясняется. Тут просто посмотрим, что есть разделение на две группы. Да, я бы сказал, что лефанав и ахарав относится ко второй группе. Давайте найдем это лефанав. Вот. Лефней ата. Я стою перед тобой. Лефанэй ха. Лефанэй ха. Ше экзарта би. Повторим эту фразу полностью. Модэ ани. Лефанэй ха. Ше экзарта би. Нишмаси. Бехимла. Рабай монасейха. Да, теперь вернемся еще раз к тексту. Кого-то может смутить, что написано в конце иммунатэйха. Почему не написано иммунатха? Да, как бы обычно говорим иммунатха, женский род иммуна, иммунатха. Тут иммунатэйха. Пусть вас это не смущает. Дело в том, что если это в конце фразы, конец фразы, то в конце фразы часто удлиняется звук, вместо иммунатха, иммунатэйха, чтобы почувствоваться, что это конец фразы. Потому что раньше не было точек, запятых, было как слов по сути и так далее. Поэтому, чтобы означать это конец фразы, мы говорим иммунатэйха. Иммунатэйха. В принципе, разобрали основные моменты модэ ани. Еще раз, заучим это наизусть, чтобы сразу можно было это уговорить. Потому что когда мы стоим там, уже потом надо делать на тела, тядаем. Хватает других брахот. Это стоит это наизусть. Это не браха. Это не молитва. Почему? Потому что утром у нас еще руки ритуально нечистые. Мы не можем сказать имя Творца. Это просто слова, которые мы выражаем в свою признательность и свою благодарность, что мы встали, нас вернули душу. Мы продолжаем жить и делать митсвот, то есть рацион ашем. Что такое рацион ашем? То, что он хочет. Рацион ашем. А если мы сказали, что если я, это часть него, то я тоже должен этого хотеть. То, что хочет он, хочу я. Это, конечно, может быть не всегда реально, но по крайней мере так нужно к этому стремиться. Нужно хотеть то, что хочет он. Тогда наше я, оно будет более полноценным, будем более уверены в себе. Есть вообще большой такой внутренний разрыв. С одной стороны, мы хотим чувствовать себя такими успешными, цветущими, доминантными. А с другой стороны, сказано, что чувствую себя как Аврам Авину, Афар Вефер. Кто я такой, прах, пыль, пепел, ну да, я никто. Должны быть в кармане две записки. В одной написано, бечевление врау-лям, для меня создан мир. В другой написано, Анухи, Афар Вефер, Эфис, я ничто. Почему здесь такая дуальность? Потому что если наше я, оно не связано с душой, то кто ты такой? Ты Анухи, но это другой Анухи. Анухи, наиверите, означает эгоист. Слово Анухи, виверите, означает эгоист. Ты эгоист, ты думаешь только про себя. Но если твое я, оно соединено с тем я, с большим я, с большим Анухи, ты не эгоист. Все, что ты делаешь, ты делаешь, потому что Радцон Ашем, это его желание, поэтому можешь спокойно благухать, радоваться, доминировать, учить и так далее. Потому что ты знаешь, что ты всего лишь часть того большого Я. Теперь, а что делать, тот, кто вообще ночью не спал? Нам сказали, петухи пели, мы проснулись, а человек ночью не спал, там бессонница или работал. Но тот, кто ночью не спал, тот этого не говорит, ночью не спал, поэтому душу тебя не забирали. Ты все время находился, душа была в тебе, да, поэтому в этот раз, в этом утром ты можешь это не говорить, то есть, тут нечего говорить, да. Мы говорим дальше, следующий барахат. Следующий барахат, который идет в Сидуре, это барахат Аль Натилат Ядайм. Субтитры сделал DimaTorzok